Девочки, я сегодня символически в красненькой блузочке, в такой распашоночке, потому что мы сегодня с вами будем говорить о женской энергии. И это очень и очень для нас важная тема, и спасибо за ваши эти вопросы, я ее выбрала не случайно, потому что я считаю, это очень и очень и очень нам нужно все. Энергия, где ее черпать? Чтобы вы понимали, наша энергия, она, женская энергия, она гораздо сильнее мужской энергии. Вот почему, когда, если те, кто пробовали уже уходить от своих мужей, к примеру, развод какой-то был, какой-то был кризис, кто переносит этот самый развод легче? И обоим, конечно же, и мужу, и жене, или там Керестем и так далее, любимой паре, очень тяжело это переносить. Но женщина за счет своего потенциала, вот этой энергии, запаса, она переносит этот развод гораздо легче. В том плане, она мобилизирует свои силы, она четко идет по своему плану, она быстрее становится как бы в рельсы новой жизни, и она быстрее восстанавливается после этого драматического периода развода. Потому что развод не бывает никогда счастливым. Даже если вы договоритесь, вот у вас тут будет план, тогда-то, тогда-то ты возьмешь детей, а здесь у меня, а твоя неделя эта, а моя неделя следующая и так далее. Никогда, ни один развод не будет счастливым и легким. Я к чему всему этому веду? Сегодня мы говорим об энергетике. Женщина, она обладает очень суперхорошей энергией. Вот эта вот наша женская энергия, она нескончаемая, девочки. Вы даже не представляете, какими ресурсами вы обладаете. То, что в вас лежит, вы даже не можете себе поверить и представить, какие у вас возможности и перспективы есть. Поэтому я всегда говорю о том, что солнечная энергия, вот мы ей подпитываемся, она в вас заложена, она в вас рождает энергию. И эту энергию вы можете черпать двумя способами. Первый способ, девочки, это энергия, которая внешняя. И вторая, внешняя это какая энергия? Это вы можете подпитаться от своего партнера. Вы понимаете, когда у вас есть любимый мужчина, то в процессе секса вы как бы обмениваетесь этой самой энергией. Вы подпитываетесь от своего мужчины и вы даете свою энергию своему же мужчине. То есть у вас проходит такой обмен этой энергией. И это очень хорошо, это прекрасно. Но мы как бы должны понимать, что вот эта вот самая солнечная энергия, она нам дает энергию любви. И вот эта вот самая энергия любви, она никогда в вас не возникнет, если вы прежде всего не полюбите саму себя. То есть как только вы начнете к себе относиться по-другому, начнете себя любить, вы получите вот этот вот взаимно как бы такой обмен энергетик. И вы будете этим подпитываться. И это очень и очень важно, чтобы вы начнете... Почему я постоянно всегда вам всем говорю, похвали себя три раза, полюби себя, удели себе время, погуляй для себя. Никто не заменит это в семье. Никогда не забуду, как Галя мне год назад или полтора сказала, что, боже мой, я тут сижу с тобой, с вами, со всеми, разговариваю полтора часа. И когда я поднимаюсь наверх в семью, никто даже не заметил, что меня не было дома или думали, что я не была дома. Это вообще потрясающе, понимаете? Это просто вот такой пример совершенно суперхороший о том, что мы думаем, что мы гораздо больше значим для наших родных и любимых, А на самом деле все гораздо проще. И поэтому нам нужно фокусировать эту энергию именно на себе. Помоги себе, потом помоги ребенку, как в самолете, да? Дай маску себе сначала, иначе если ты будешь задыхаться, ребенок погибнет. Так во всей нашей жизни этот здоровый эгоизм вам необходим. Ну вот, теперь мы перешли к энергии извне. То есть, как мы можем подпитываться той самой энергией извне? Вы можете, конечно же, получить эту энергию, заряд энергии от своего любимого, от своего мужа, от своих, я не знаю, каких-то подружек, пойти куда-то на какой-то пикник, где-то посидеть, обсудить. Дети дают хорошую энергию, дети. Ой, да. Даже маленькие, даже маленькие, да. Или старшие, на самом деле, очень дают. Пожилые люди, они заряжаются очень-очень от детей. И поэтому это тоже где-то как-то нужно тоже ограничивать это, понимаешь? Подпитка эта, она может быть такой... Ты даже не знаешь, что твой муж тебя может вампирить. Ну, в таком смысле, да. Или мама может подпитываться от тебя. Или кто-то еще, да. То же самое происходит особенно с пожилыми людьми и детьми, внуками, правнуками и так далее. Вот. И это вот эта подпитка на подсознание, совершенно непроизвольно она происходит. Но тем не менее, когда какой-то негатив идет, ты отвечаешь, ты вовлекаешься, ты как-то что-то, но ты отдаешь свою энергию. И очень важно, чтобы мы с вами всеми научились сохранять вот эту самую энергетику в себе, в самой, чтобы мы ее не растрачивали. То есть мы можем так же подпитываться, как я начала, от подружек, от шоппинга, от каких-то, я не знаю, театральных действий, да. От чего-то вот такого положительного. Мы можем это все впитывать в себя, это прекрасно, это суперхорошо, это хорошо. Но то же самое мы можем делать, девочки, самое главное, заряд нашей энергии происходит внутри нас, потому что мы, девочки, рождены с неограниченным потенциалом. И самое главное для вас всех найти этот самый потенциал, как я уже сказала, солнечная энергия и наша внутренняя энергия. Мы только что говорили, затронули тему наружной энергии, да, то есть подружки, там, шоппинг, книжки, искусство, театр и так далее. Но вот эта наша самая энергия внутренняя, она в нас есть, и мы ее получаем с рождения. И очень, и очень важно эту энергию не только сохранить, но и развивать, накапливать. Как это можно сделать? Мы все знаем, что, окей, медитация, да, но не каждый может сесть в позу лотоса, там, сказать оммммм и зарядиться. Это очень тяжело, это не каждому доступно. Если вы это можете, супер, вам прям пять звезд на грудь. Но, тем не менее, для того, чтобы к этому как-то прийти, вы хотя бы можете сделать такое упражнение элементарное, хотя бы на 15 минут, на 10 минут, на 5 минут, если у вас нет больше времени. Вы можете себе такое создать правило, я ничего не делаю эти 5 минут, я полностью отключаю, вырубаю телефон, я не смотрю на какие-то там свои мейлы, я ничего не проверяю. И я просто-напросто закрываю глаза, пусть это будет чашка кофе ароматного, которая стоит рядом с вами, пусть это будет как вам угодно, как вам вышли на террасу или на балкон сели, и вы просто закройте глаза и сконцентрируйтесь на себе любимой. Тяжело будет, я знаю, сначала вам неделю-две будет тяжело, потому что мысли будут бежать, какие-то вопросы, какие-то вот звонки или шумы вас будут отвлекать. Успокойтесь, не обращайте на это внимания, попытайтесь как бы, окей, ладно, там отогнал этот звук, всё, опять же, закрыли глаз, глазки там или как, или сели в себя, поглубились, углубились, и подумайте о том, какие вы чувства сейчас, в данный момент сопереживаете. Что вам приятно, вам холодно или вам тепло, или вам хочется кушать, или какие-то вот на этих моментах вы должны себя поймать. Через неделю будет легче, и через две недели будет ещё легче, и вы как бы будете входить в такой вот транс медитационный своего рода, потому что медитация это очень такое абстрактное понятие. Вы можете связать медитацию, там не только буквой ОМ сидеть, да, вы можете вязать, вы можете вышивать, вы можете читать, вы можете рисовать, вы можете слушать какую-то классическую музыку, это тоже будет углубление вас самих, понимаете, вы будете черпать вот эту энергию. И вот этот вот позитив, позитивный посыл вас в тот момент, когда вы отключитесь от внешнего мира, от каких-то хлопот, забот и так далее, это и будет вас питать, подпитывать. И вот эту вот, вот эту энергию вы можете дать дальше, вы можете ей поделиться со своим мужем, со своими детьми, вы можете поделиться этой энергией со своими родственниками. И вас никогда, когда вы достигнете этого уровня, не сможет сломить какой-то негатив, который вы услышите со стороны своих родителей, например, пожилых, да, у них вечно там что-то как-то и не так, и что-то, и в стране, если они живут не в Дании и так далее. Вы сможете препятствовать вот этому самому негативу, вы можете подпитываться вот от этого всего. Почему я вас всех гулять прошу? Потому что это, казалось бы, пойти погулять, ну что тут такого, ну господи, ну вот, а всегда найдется миллион причин, чтобы не пойти гулять. Или дождь, или шторм, или ветер, или, я не знаю, снег. Жрала. Да, всё что угодно, да, нет времени у меня и так далее. Но когда вы выходите на улицу, вот я сегодня, например, да, вышла уже за дверь, потом смотрю, льёт так вода этот, снег или дождь, что там было. И думаю, так, эта куртка мне не подойдёт, вернусь. Вернулась, переодела, оделась в какую-то более тёпленькую, с капюшоном, и опять пошла гулять. И всё. И я пошла гулять, и вот, как я вам писала, да, я встретила женщину с боксёром, который я там неоднократно уже встречала, его зовут Косма, я знаю. И я просто припала к этому боксёру, этот боксёр, он болен, у него там что-то там с костями и всё такое прочее. В общем, бедный этот Косма, и эта хозяйка, ему только 9,5 лет. Я говорю, ну как, а ты заведёшь нового? Она начинает плакать, вот такое вот. Вот этот вот обмен энергетики вот этой, да, я рассказываю, да не переживай, мой Джексон, у него тоже такое было. И 14 лет, полтора месяца прожил, и посмотри, какой сейчас, вы бы видели этого боксёра, девочки, вот честно. Этот боксёр, он просто, он аж трясся, и когда потом мы уже распрощались через минут 15, да, я ухожу уже за поворот, а он стоит вот так вот, вот эту шею, вот эта шикарная позиция у боксёра, смотрит на меня, я машу, знаешь, хозяйки, знаете, такой, и я вижу, что я машу этому Косма, и всё, я не могу. Вот как мой день может сложиться плохо? Вот если бы я сидела дома, сидела и думала, ой, как день сложится, ой, какая погода, а может быть и не сложится, ой-ой-ой, боже мой, вы представляете? Никто бы ко мне не постучал, никто бы ко мне не пришёл, я бы не увидела этого Косма, я бы не увидела эту хозяйку, мы бы с ней не обменялись вот этой энергетикой о том, что, да, у меня тоже прошло полтора года после смерти Джексона, моего боксёра, что я не могла вообще на других там были купить, и всё, это была бы как для меня измена, а сейчас я готова, у нас будет, дай бог, этот щенок в феврале месяце, да, там, или в декабре, но мы заберём в феврале. Вот на эти самые прогулки, тут я кого-то ещё встретила, тут я встретила соседку с собачкой опять же, ну, все собаки, девочки, чтобы понимали, знают меня, и я знаю их, и хозяев тоже, в нашей деревне, да, а также всех, которые купаются в море зимой, всех тоже знаю, вот, и встретила её, сказала, что мы уезжаем на дачу, которую там Ника снял, и не могла бы она посмотреть за моим картом, за нашим картом, да, за Саймоном, и всё, и вот это тоже опять же обмен энергетикой, конечно, могло, всё, опять позитивный заряд какой-то. Девочки, самое интересное у меня было на прогулке, потому что у меня здесь, в нашей деревне, есть детский садик, и я постоянно мимо него хожу, ну, я меняю маршруты, но очень часто мимо него хожу, и вот я выхожу, эти дети стоят утром в этой, знаете, сетке, которая вся в цветочках, там, всё, и он, hi, привет, говорит, там, пацан, года три, ну, четыре, а у тебя есть дети? Ага, я так, да, у меня двое, окей, а ты вообще как, сохранила своё, этот, детское место в банке? И я смотрю на этого ребёнка, четырёхлетнего, понимаешь, который мне говорит на танцком языке, сохранила детское место в банке, когда я рожала, там, 38 почти лет тому назад, в Советском Союзе, и тогда вообще никто никогда не сохранял это детское место, мы вообще ничего не знали. Девочки, и я на этого БЭПСа смотрю, я говорю, я в шоке, и для меня такой, как этот инсайт, как сейчас говорят, я говорю, а что ты знаешь о детском месте? Пацан, и тут же к нему прибежало ещё две девочки, а у нас тут, о, Анастасии мама родила, так она сохранила детское место, потому что это хорошо влияет на следующий плод, если у него будут какие-то проблемы, девочки, и вот честно, я стою, понимаешь, в свои 55 лет, смотрю на этих вообще мухоморов малых, понимаешь, и думаю, боже мой, это вообще, я понимаю, что они где-то слышали, там, какая-то мама, там, тра-та-тау, какого-то Кеспора, или Еспора, или Патрика, я думаю, боже, как, вот, и вы понимаете, я, конечно, говорю, да, у меня нет, а вот мама Еспора, она только родила сестру ему, и она вот это сделала, потому что, и они это понимают, и как-то там по-своему, по-детски. И я вот иду домой, по дороге домой я думаю, вот где бы я вот такой вот позитив не получила, где бы я такое вот услышала ещё, если бы я сидела дома. Где бы я такое новое не узнала, правильно? Я пошла в садик, узнала у детей новые открытия науки и техники. Для меня это открытие, честно. Серьёзно, серьёзно. И вот это вот, понимаете, я потом об этой истории рассказала своему сыну, у которого тоже там двое маленьких детей. Я просто, у меня такие глаза были, боже мой, дети такое знают, откуда они это, понятно, что дети, они это всё воспринимают, они слышат что-то там как-то и по-своему перерабатывают. Ну вот, девочки, вот для меня мои утренние прогулки, там или дневные, или вечерние, как угодно назовите, они меня настолько вдохновляют и подзаряжают. И, к чему я привела сейчас вас всех, вы должны найти для себя свой образ подзарядки, понимаете? Потому что шоппинг – это такое, это внешнее, да, или подружка какая-то там, это тоже внешнее, муж где-то там или разговор, или друг, или семья. Но у вас также очень много будет вот этих негативных каких-то соприкосновений, даже с теми же самыми людьми, которых вы очень любите, но они, не зная того, могут вас вампирить. И поэтому, девочки, я вас всех прошу и призываю делать такое упражнение, особенно те, которые у меня очень много, врачей, медсестёр и так далее, которые там от ковида спасают и всё такое прочее. И поэтому я вас прошу найти какую-то для себя систему, чтобы подзарядки, вот так вот скажем, да. То есть элементарно можно сделать такое упражнение, к примеру, в проёме двери, в каждой комнате у нас есть дверь, да, и если там муж что-то бурчит, я не знаю, или вы выходите с работы, с госпиталя, опустошённая после ночной смены, или как там бы ни было, да, вы можете встать вот в проёме двери и представить себе водопад. Вот представить себе, я понимаю, что вы не можете встать в госпитале 3 минуты или 10 минут и представлять себе водопад, когда людей поток идёт и так далее, но во всяком случае дома, когда вы заходите домой, то представьте себе этот водопад, и вы можете постоять пару минут, поверьте, и представьте себе, вот прям впитайте в своей коже вот этот бриз, какой-то вот такой воздух свежий, может быть, какие-то капельки по вас, прям вот, или вот морозь какая-то. И подумайте о том, что всё негативное, которое вы восприняли или получили сегодня, сейчас с вас моется. Вот закрыли глазки, постояли и прям прочувствовали всеми клеточками своего тела, что с вас вся эта грязь, все эти негативные эмоции не снуваются. И в вас вливается вот эта самая позитивная энергия. Вздохнули, переступили порог, зашли в дом вашего, в дом ваш, да, или в вашу квартиру, или как угодно, или же переступили порог в госпитале, где вы работаете. Вздохнули, главное, оставили всё это и переступили, и зашли в другое состояние. Это вам очень облегчит подзарядиться этой энергией. Ещё одно хорошее упражнение хочу вам сказать. Вы можете делать, когда вы стоите под душем. И под душем не просто так, а вот именно, чтобы волосы ваши мокли, да, чтобы вы все мывались душем. Вы можете закрыть глаза и представить себе, что вы стоите вот таким энергетическим зарядом. Вот у нас у всех есть темечка, помните, да, у деток она мягенькая. И вы должны закрыть глазки и представить себе, что из душа течёт не вода, просто вода. Ну так, мультик, поиграем в мультики, как я люблю. А вы представьте себе, что из душа течёт энергия, позитивная, положительная энергия, которая вас заряжает. И вот просто это так приятно, вы не можете представить, когда вы стоите, и вот эта вода, она стекает прямо, вот эти капельки, это как массаж такой нежный. Вот просто вы сконцентрируетесь на том понимании, что вот всё стекает, и вы наполняетесь от кончиков ваших пальцев на ножках, и потом она поднимается, вот эта энергия. Вы можете её представить себе как угодно, это может быть такой консистенции, как мёд, это может быть как глицерин, она может быть этой энергией, вы представьте себе, как серебряный дождь, как серебряное нечто или золотое что-то, которое вот вас восполняет. И это первые вот эти капельки, они поднимаются от пальчиков и поднимаются выше до щеколотки, до коленок, поднимаются до ваших бёдр, бёдрушек. Потом поднимаются до талии, потом поднимаются до груди, потом поднимаются выше, потом разливается вся эта энергия до рук, шеи, и потом она как бы из вас выплёскивается. Вот прям вот как у кита вот этот фонтан, и вы должны говорить себе, пока вы стоите под ушами с закрытыми глазками, что эта энергия, которой вы восполняетесь, она нескончаема, она положительная энергия, она несёт вам здоровье, счастье, любовь, она вам несёт всё. И самое главное, что эта энергия никогда не кончится. Вы всегда можете встать под душ, вы всегда можете ей восполнить, и вы можете делиться этой энергией со всеми, со всеми, не только со своими родными, любимыми, друзьями, но вы можете ей также поделиться со своими какими-то, как вам кажется, недоброжелателями, с какими-то людьми, с которыми мне очень приятно общаться, тем не менее делитесь ей, потому что вы обладаете этой не самой нескончаемой энергией, и вам ей совершенно не жалко подарить другому. Пусть это будет друг, не друг, или нет друг, и так далее, и так далее. Это упражнение очень хорошо помогает, особенно для тех, которые не могут простить что-то. Опять же, девочки, если мы не можем простить что-либо, то это нас, это как наш якорь, это нас утяжеляет и нам мешает двигаться вперёд. Попытайтесь простить, отпустить, забыть. Я знаю, не все это могут сделать, но тем не менее, надо над этим стараться работать. Ещё упражнения многим вам давала уже раньше, те, которые особенно ныряют в море зимой, да, все мои друзья, которые в нашем деревне тут уже живут, и которые мне все, когда же ты тут ещё прыгнешь, мои друзья. Потому что я гуляю постоянно, и они меня всегда видят, они все зимой в шортах, в трусах, а я там сижу на скамеечке, типа а-ля медитирую или что-то там такое, восполняюсь энергией. Ну, когда ты там прыгаешь? Так вот, девочки, те, которые прыгают, вот, помните моё упражнение, которое я вам с ним говорила и рассказывала о нём? Войдите в эту воду, войдите в эту воду и смойте весь этот негатив, вот то, что вас отягощает. Отдайте вот этой реке или воде или, я не знаю, озеру, где бы вы, куда бы вы ни зашли, в водоём, да, и пусть, представьте себе, что всё это смоется и уйдёт в никуда, и вы новая, как бэби, родились, и всё у вас хорошо, и начните этот день по-новому. Опять же, вы подзарядитесь настолько большим потенциалом энергии, как вам и не снилось. Это очень и очень важно, девочки, делайте это, заряжайтесь, думайте о том, прежде чем подумать, потому что наша энергия, она также ещё исходит из того, что мы как радио, вот мы подумали, и потом эта волна к нам вернётся, понимаете, да, мы же всё это у нас заторможено. Это как радиоприёмник, поэтому думайте позитивно, не пускайте в себя какую-то негативную энергетику, и когда вы думаете вот именно вот так положительно, позитивно, вот вы не верите, но поверьте мне, со временем у вас выработается вот этот вот сигнал, когда вы отдаёте эту позитивную энергию, то вам будет гораздо меньше встречаться каких-то аварий на вашем пути, если вы за рулём, да, или каких-то там неприятностей, или каких-то злых людей, или ещё чего-то там где-то. Вам будут, как вот эти волны приёмника, возвращаться вот этот позитив, и вы будете опять же им подпитываться. А ещё, девочки, знаете что? Никогда не нужно обращать внимание на чью-то самокритику, или даже не самокритику, самокритика – это когда ты сама себя критикуешь, да, а вот чью-то критику вы не должны пытаться угодить всем. Знаете, вот у меня папа военный был, и у меня за 10 лет было 13 школ. Многие из вас знают об этом, и в своей книге я об этом пишу. 13 школ, и я очень быстро как бы вкусила вот это вот, как, а я ещё была толстенькая такая, как подстраиваться в этот новый коллектив. И вот я никогда не забуду, что когда я была в седьмом классе, я танцевала танец гусаров с девчонками, которые были уже в десятом классе, и вот мы стояли за кулисами, и у меня этот погон что-то там сорвался, или что-то такое прочее, и я попросила кого-то зафиксировать мне ниткой, там зашить что-то, этот лампас или погон, или что там это было. И вот эта девочка в таком, она может скоро на сцену выходить, она говорит, Вика, никогда не проси другого, если ты сама это можешь сделать, ты можешь там на булавке где-то, и потом эта девочка самая, потом буквально там через какое-то время, что-то опять какой-то был там вопрос, и она сказала, ты никогда не будешь хороша для всего мира, обязательно кто-то найдётся, который там скажет, что ты дурочка, или толстая, или некрасивая. И вот, я не знаю, воспитываясь в очень-очень такой хорошей, правильной, любящей меня семье, я понимала это где-то как-то, но тем не менее вот эта девочка, которую я не помню, как зовут, и в каком она городке там жила военном, но у меня зафиксировалось, действительно, я должна сама сделать то, что я сама могу, не попросив кого-то об этом, и я никогда не буду хороша, или красива, или умна для всех. Вот это вот очень важно. Вы должны себя принимать такой, какая вы есть. Вы у себя одна, вы самая любимая, пусть этот здоровый эгоизм в вас присутствует, и вы должны гордиться самой собой, а не куда-то подтягиваться под чьи-то идеалы, потому что вы никогда, ну, так человек создан, мы не идеальны, у нас у всех есть что-то хорошее, что-то не очень хорошее, что-то плохое, да, в характере и так далее, и в нашей жизни, и в наших привычках и всё остальное. Вы должны просто-напросто равняться, прежде всего, на себя. И моё последнее наставление, я бы портила вас представить себя как личность, как реку или какой-то водоём. Как река, она течёт, она переливается, она где-то с чем-то как-то где-то связывается, она расширяется, она может уйти в какой-то, не знаю, там, не только водоём, но она приспосабливается, она обтекаема. И вы будьте вот этой самой рекой, которая может влиться в океан, или в море, или ещё куда-то. И на эту реку ничто не может повлиять. То есть она обтекаема. И вот я всем вам сегодня желаю, чтобы вы были так же обтекаемы. На реку нельзя сказать, она красивая или некрасивая, она плохая или она резкая. Это река, это водоём. Она всегда примет ту форму, если тут какой-то камень, она её обойдёт. Если здесь какое-то, я не знаю, ещё что-то, какая-то глубина или ещё что-то, она приспособится. И вот мы с вами должны жить нашу жизнь именно так. Быть мягкой. Ты не можешь покритиковать реку, ты не можешь ей сказать, какая-то ты не такая, вот что-то у тебя там такое. Ты её воспринимаешь такой, как она есть. Ты воспринимаешь океан такой, какой он есть. Он может быть глубоким, он может быть мелким, он может быть бурным, он может быть спокойным. Глубина, опять же, как я сказала, он может менять консистенцию соли где-то в каких-то там пересечениях. И мы должны быть точно так же в нашей жизни, вы должны принимать себя такой, какая вы есть. Сегодня вы такая, завтра вы другая, послезавтра вы третья. Но вы никогда не можете быть идеальной. Вы должны быть идеальной и хорошей для самой себя. Вот я такая, какая есть. И вся эта солнечная энергия, о которой мы сегодня говорим, она начинается именно с любви. И с любви не к кому-то, а к самой себе. Потому что если вы себя не полюбите, вас никто не будет любить. Поэтому, дорогие мои любимые девочки, любите себя, цените себя, хвалите себя. И думайте о том, что вы река, которую никогда нельзя критиковать. Она такая, какая она есть. А хорошей вы, опять же, как вот эта девочка мне сказала, для всех хорошей быть невозможно. Так что будьте хороши для себя, воспринимайте себя такой и любите себя. Вот пару слов об энергии. Гуляйте, смотрите, вдохновляйтесь. Кому что, вышивайте, вяжите, фотографируйте, хвалите себя, смотрите свое отражение в зеркале. И это ваша энергия. Черпайте ее из себя, учитесь этому. Это самое главное. Так что, девулечки, вам всем хорошего-хорошего вечера. Я счастлива, что у меня все есть. Люблю вас всех. И давайте сейчас уже, ого, 20 минут, ребята. Спасибо, дорогая. Спасибо. Спасибо.